Идем по порядку, все-таки я не могу пропустить, советов много, они касаются, и сотни они касаются всей агротехники, но важнейший, с тех пор, как я сам догадался и начал закапывать вот на столько, на миллиметры, вот, вроде бы спасают мышей, но не совсем, важнейший прием, не будешь поливать, не взойдут, вот так вот, им надо лопнуть, я вам потом ниже покажу, а поливать, я олейкой поливал, смотрю, все косточки наружу, даем, и вот я придумал дождевание, вот оно, вот именно вот этот способ, он не просто самый эффективный, вот, нет, не так, он и есть самый эффективный, и в целом, и в частности не размывает, почему эффективный, он повторяет дождь, так, а в частности он не размывает косточки, хороший совет, вот, чтобы не, не это, вначале не испортили, а потом уже научиться. Работа грызунов, делитесь, но не расслабляйтесь, позже могут еще и съесть или украсть, за начать косточки, вами посажены, вот, смотрите, вот это, три таких столовых я обнаружил, заметьте, под деревом столько не было, они были равномерно по всему саду, косточки раскиданы, так, просто, это, время было все собрать, урожай был предельный, вот, собрали мы тогда, в один год самые крупные были урожая 200 видов, в другой раз 300 видов, вот какой-то из этих годов, попробуй собери все, вот, и вот крупный план, смотрите, вот они грызуны, видите, в чем дело, а потом письмо, которое меня надоумило, Валерий Константинович, ваши косточки не взошли, а я, представляете, эти письма, хватаю за сердце, следующий абзац, я их нашел, все были в одной норке спрятаны, ну, перекапывал, а вот, вот его косточки, вот, грядка, все, а там где-то в сторонке, все его косточки, вот так вот были в одной норке, после этого письма, меня отлегло от сердца, мне стало легче разговаривать с людьми, которые говорят, не взошло, они что, следили за этим, ладно, идем дальше, о некоторых деталях я не пропускаю, чуть позже, второй этап, голод не тетка, если здесь, это зимой они жрали, собирались там, сплетничали и ели, а одна мышь этого сделать не могла, подавилась бы, вот, наверное, со всей округи собирались, второй этап, уже взошли, обратите внимание, шкарлупки есть, лопнули, где ростки, ну, теперь любой из вас скажет, в желудках у мышей, так нет, вот, но, это бывает уже реже, но, нельзя расслабляться даже тут, если вы не избавитесь от мышей, способ жестокий, санэпидемстанция, отравленное зерно, раскладывайте в бутылках, чтобы не отравить птиц, и другую живность, вот, иначе вам просто можете терять годы, ведь могут на второй год сожрать, на третий, на четвертый, на пятый, и по наблюдениям, и на шестой, на седьмой, только потом у них уже не по зубам вот этот твердый каран, вот, такие обедовые встречаются, сколько они жрут, по всей стране миллионы жрут, от них почти такая же бедствия, как от этих отторгашек, которые торгуют, эти дряньи, вот, богатство заброшенных садов, периоды с песнями, поиски по всей округе, вот это я когда-то обнаружил, вот, и с тех пор у нас нет проблем с усуристскими грушами, вот, ищите и обрящите, ребята, вот, улучшение условий для всходов, я все вокруг да около, самое главное потом скажу, я вокруг, потому что это все надо знать, однажды у меня случилось следующее, это была страшная картина, я посадил, так же, но без этих, это песок, это просто почву, вот, она у меня слегка глинистая, и получил, ну, в основном, песчано-глинистая, ну, супесь, но все-таки глина здесь есть, есть, такая фракция, и вот, у меня получил случай особый, я никогда не хвастаюсь, мой отрицательный опыт тоже нужен, я высадил там пару тысяч семечек груш, усурийских, ни одна не взошла, на следующий год, угрядка была перекопана уже вот так вот, как под овощи, а потом однажды я приезжаю, у меня не было недельку, а она, осмотрю, зашло дружно-дружно, как будто я не перекопал, как будто первый год, то есть на второй год столько взошло, мне потом хватило их на три года, я обалдел, а на четвертый год у меня кончились по двое, вот, и тогда взошло тысячу, а я использовал где-то, ну, питомник небольшой, 200-300 на прививку, остальные, я их сильно подрезал, не давал расти, а на четвертый год они кончились, после этого, ну, на второй же год зашли, все нормально, причем полноценные были, а на четвертый год я опять посеял, где-то тысячу штук, и думаю, ну, ладно, мне каждый же год неудача, ага, думаю, взойдут, не взошли, а ладно, на второй год зайдут, держу грядку в чистоте, травку щипаю, не взошли, вот это было, и после этого железо перешел на ИС, искусственную стратификацию, и с тех пор неудач у меня не было, ниже покажу, докажу, но, а зачем вот этот снимок, один раз я прочитал в журнале, что, оказывается, а я же еще не знаю истинную причину, это я сейчас знаю, что семечка готова проломить асфальтовое покрытие, вот тогда этого не знал, я читаю, если земля, как бы сказать-то, глинистая, она схватывается, как бетон, и семечка не может пробить его, и тогда я бы сам придумал, там советов не было, я придумал та же грядка, но делаю бороздку, а сверху песок, и вы знаете, взошли, а я уже отчаянный был, шутка ли остаться без груш, а я начал продавать саженцы, и у меня выходило так, фотографий нет, поверьте, метр густо зашли, густо-густо, как вот это, в расческе, потом метр пусто, метр густо, и так на каждой грядке, пусто, густо, густо, пусто, я понял одно, что в данном случае 50% успеха мне хватило их вот так на ближайшие 3 года, но почему так зашли, да потому что влаги не хватило, другого причины быть не могло, мешок один, руки одни, бороздка одна и та же, метр пустой, вот как нарушил, метр полный, метр пустой, метр полный, метр пустой, и тогда я понял, что песочек имеет свойство высыхать быстро, и им не хватило влаги, вот, а вы говорите, я говорю, какой ты дурак, ладно, проехали.